Желание стать семьей вопреки обстоятельствам. Сейчас многие пары, которые решили узаконить свои отношения, столкнулись с преградами. Отдел состояния гражданских актов перешел на новый режим работы из-за ситуации с пандемией коронавируса. Екатерина Дементьева продолжит тему. Ни одна, даже самая весомая причина не может помешать по-настоящему влюбленным людям быть счастливыми. Так получилось у Анатолия и Виктории. Молодые люди планировали свадебное торжество на весну, но обстоятельства изменили их планы. Мы пришли в ЗАГС, хотели подать заявление. Нам сказали, можете через госуслуги. В госуслугах мы пытались сколько раз это все сделать, никак у нас не получалось. То мы не можем найти наш ЗАГС, то у нас заявление не доходит до конечного пункта. Они сказали, только приходите в июне, и все, это максимум, что они могли нам предложить. А мы хотели как бы в ближайшем месяце. Однако желание стать одной семьей оказалось сильнее трудностей, и ребята решили узаконить отношения позже. Тем более, что обстановка в стране тоже сыграла свою роль. Еще из-за коронавируса, это инфекции, закрытые города, к сожалению, и родственники не могут приехать. То есть это тоже очень сложно, и в связи с этим мы приняли решение все-таки принести дату свадьбы. Отказ в принятии заявлений в период пандемии коронавируса – это общая для всей страны мера. По рекомендации Минюста России, в настоящий момент приостановлен прием заявлений на заключение брака и расторжение брака до 1 июня. Гражданам, которые ранее подали заявление на регистрацию брака до 1 июня, предлагается перенести дату регистрации на более поздний срок. В исключительных случаях, при невозможности переноса даты, регистрация производится только в присутствии вступающих в брак, то есть без приглашения гостей. Но кроме заключения брака, у сотрудников отдела ЗАГСа есть и другая, не менее важная работа. И здесь тоже произошли свои изменения. Прием граждан в настоящее время ограничен двумя часами, проводится обязательно в первой половине дня и по предварительной записи. В том числе ограничен круг вопросов, по которым ведется прием граждан. Принимаем на оформление рождения, рождение одновременно с установлением отцовства и смерти. По другим вопросам прием граждан пока приостановлен. По итогам первых четырех месяцев 2020 года в округе положительная динамика. Рождаемость превышает смертность, а количество заключений брака преобладает над количеством разведенных пар. Очень надеемся, что самоизоляция никаким образом и инфекции не повлияют на наши показатели. И в дальнейшем, когда будет открыт полностью прием граждан по всем вопросам, люди к нам пойдут регистрировать брак и своих детишек. Екатерина Дементьева, Владислав Ткачев, Телеканал Север.